Друзья, важное событие и новость, которую я не могу не объявить. Сергей, эта новость нас с тобой должна волновать. Новость звучит так. С 1 июня первый канал перешёл на вещание в формате 16 на 9. То есть картинка вместо квадратной стала вот такой. Это означает, что наших соседей видно теперь, Сергей. Гарик. Ты думаешь, что мы вдвоём работаем, да? Откуда эти голоса операторов? Это означает, что вы всегда теперь в кадре. И теперь нельзя тебе играть тихонечко на дуду. Несмотря на то, что мы перешли на обещание в формате 16 на 9, 16 on 9. Газеты по-прежнему выходят на бумаги. 16 на 9, 144. Спасибо. Надо же подытожить, друзья, чтобы вообще вопросов не было. Новые известия. Владимир Путин занимался одной из вечных российских проблем. Встречался с чиновниками? Дорогами. А, вторая беда. Так. Первый канал. 144. Мы вешаем... Чувствуете, да? Расширено пошло. Всё немножко шире. Раньше вы, Серёжа, не смогли позорить. Всё будет немного шире. Да. Владимир Путин в Твире осмотрел выставку дорожной техники и технологии. И вот, друзья, итоги этой встречи. Главными врагами нашей инфраструктуры были названы проблемы выкупа земель и устаревшие нормативы строительства. Предлагаю перейти для начала к проблемам выкупа земель. Здесь всё очень просто. Здесь написано. В некоторых случаях процедура отторжения земли может быть затянута на неопределённое время. Такие земли успевают выкупить и запросить за них огромную сумму, сопоставимую со стоимостью строительства трассы. И вот пример. Софийский проспект в Санкт-Петербурге. Это заповедный уголок Петербурга, я знаю. Софийский проспект Петербурга. Да. Названный в честь знаменитой певицы. Нет, дело в том, что в Софийский проспект Петербурге находится этот заповедный уголок, который находится внутри огромного заповедника, имя которому Купчино. Когда трассу собрались строить, выяснилось, что земля уже выкуплена и переведена в самую дорогую категорию, которая называется земли поселений. В итоге город из бюджетных денег заплатил несколько миллиардов рублей почти стоимость возведения дороги. Друзья, я бывал на Софийском проспекте в Купчино. Эта стоимость Купчино превышает в несколько раз. А когда Корнелюк переехал на Васильевске, это вообще упало все. Значит, друзья. В общем, пока эта трасса, они, соответственно, деньги делают из воздуха. Чиновники принимают решение трассу проводить вот здесь. В этот момент откуда-то какие-то посторонние люди, не связанные никак с чиновниками, вообще... Случайные люди. Случайные люди узнают, при том, что совещали... Слушайте, не купить ли нам в этом лесу вот этот участок срочно? А потом продать в 20 раз больше. Причем удивительно, заседания все проходят за закрытыми дверями. И совершенно посторонние люди неожиданно об этом узнают буквально в момент заседания. Подтекают. У них еще ключи от всех дверей есть. Это еще смешная закономерность в некоторых регионах. И техничка решает, все, что у меня нажито, вбухаю в трассу. С этим же надо что-то делать. Семь, ну что с этим делать, Саша? А я тебе расскажу, что ты делаешь. Вот смотри, берется в Самаре, предположим, трасса Самара-Тольятти. Берется план, заказывается в Самаре эта трасса, ее делают. И в Самаре какие-то люди узнают, что там строятся предприимчивые люди. Предприимчивые люди. Скупают землю на... Через которую будет проходить трасса Самара-Тольятти. А в этот момент мы, этот план, а мы, потому что мы, конечно, будем за всем за этим стоять. Мы берем этот план, который мы заранее попросили нарисовать на кальке, и передвигаем по карте Российской Федерации. И вот уже трасса Санкт-Петербург-Выборг, где ничего не выкуплено. Ну, практически ничего. А те там в Самаре... А те в Самаре... А просто волосились! А просто волосились сидят люди, землю все купили. Что делать? Дома там строить? Дома что? Дороги нужны. Так дороги сами там и появятся. Значит, друзья, это первая причина. Самое главное, что ГОСТы устарели, понимаешь? Просто неправильно строятся дороги. Самое абсурдное... 30 лет не меняли ГОСТы в России. Давай я прочитаю это. Откуда ты что знаешь, если я это еще не прочитал? У меня прекрасное зрение. Это как с землями. Че. Давай дальше. Все. Че. Не, у него зрение хорошее, буквы не знает всех. Хаотично соединяется. Самое абсурдное в дорожной области существующие в отрасли нормативы. Трудно в это поверить, но основные ГОСТы и СНИПы, сообщает Новое Известие, разработаны еще в советское время. В 60-х годах. И лишь немного модифицированы в 80-х. То есть, если в Германии и во всех странах, где хорошие дороги, есть один вид норматива, один вид ГОСТы, то просто дорога должна быть идеально ровной, покрытая хорошим асфальтом. Надолго. То у нас есть нормативы, СНИПы, как там СНУП ДОГИ ДОГИ на бумагах. И эти нормативы, разработанные в 60-х, это ошибаются люди. А задумывались-то они в 30-е? Нет, в 30-е. А люди, которые задумывались в 30-е, разделись-то многие еще в 19-м веке? В 19-м веке они переписали эти нормативы и скрижали Нестора Литописцев. Ничего не принялось в тех самых временах. Да, Саш, в повести временных лет был вкладыш СНИПы и ГОСТы. Дорог русских. Не будем забывать, что святые СНИП и ГОСТ – это покровители российских дорог. Когда вы будете дорогу-то класть? Ну, на СНИП и ГОСТа, наверное, положим. А, это вообще с языческих времен. Ты представляешь, эти ГОСТы существуют еще до крещения Руси. Вот, друзья, выдержка из ГОСТа дорожного. Асфальт, езем ересь, ибо коровьи лепехи симметрично холопами утрамбованы, суть тверд, надежа, ездовая. И подписано, академик Александр. Но не будем забывать, Гарик, что вообще дороги на Руси строились преимущественно в тех местах, где медведь за бабой пробежит. Иногда, заранее зная, что где-то нужна дорога, баб собирал, там, допустим, глава деревни русской, и говорил, девочка, значит, пожалуйста, будет бежать за вами медведь, сейчас в берлоге подойдите, будете его дразнить, он побежит, пожалуйста, бедите к поликлинике, там еще дороги нет. Да, врачи сидят седьмой год, ни одного больного. Да. Сами себя лечат. Сами себя лечат. Зинаида Андреевна задолбалась глотать этот димедрол. У нее ни аллергии, ни воспоминаний никаких. Никаких нет. Ничего, она уже не помнит, что она упорщится. А был случай, когда девки-то первый раз не знали, побежали, за ними медведь, так они рассыпнули и разорвало медведя. Многие удачные случаи, семьи образовывались же, между медведями и бабами и вдовами. И дети рождались, вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот, камышовые. Я напоминаю, что мы говорим про ГОСТ и СНИП и строительство дорог в Российской Редакции. Вы знаете вообще, почему, по поводу новой ГОСТа, почему тонким слоем в России асфальт кладут? Чтобы землю русскую видеть. Чтобы не скучать. Это же земля наша родная. У меня другой проект из газеты, который называется «Российская газета». Проект поправок в уголовно-процессуальный кодекс принес на заседание социально-консервативного клуба «Единой России» адвокат Юрий Лысенко. В проекте предлагается запретить привлекать в качестве понятых людей, не имеющих гражданства. Не имеющих гражданства или паспорта, а также тех, кто так или иначе может быть связан с правоохранительными органами. Сейчас сюда все смотрим. Связан он. Можно на секунду газеты? Давайте посмотрим по перечню того, что, собственно, нельзя. В качестве примера припомнили уборщицу МВД, сообщает российская газета. Кого? Уборщицу из МВД. Но ее часто вспоминают? Вообще, когда собираются. Которой как-то довелось побывать понятой 34 раза. И это только в один день? В четверг? 34 раза. Тетя Зоя. Представляешь? Понятой на час службы прекрасно. Или надо тогда культивировать и эту уборщицу продвигать выше по служебной лестнице. То есть развивать эту тему. Продвигать уборщицу по лестнице. Знаешь, что такое, чтобы выше чище было? Подтолкнуть тетю Зою. Дело в том, что, например, Гарик, смотри, если человек уже 34 раза был и она профессионал, она в их вызыва... Ее можно вызывать, знаешь как? В небо, как Бэтмена, прожектор направляется и там швабра. И тетя Зоя сразу приезжает. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тетя Зоя приезжает и тряпкает так к Зору наш. Знак Зои! Знак Зои! И все в округе, это Зоя. Зоя капец, она все подпишет. И стоит она со шваброй. И узлы, и набор цветных мелков обводить. Набор цветных мелков? Мелков? Светных мелков Машенька. Обводить тараканов. Саша так обводит. Трупики тараканов после кровавой бойни в ванной. Сынок, еще потом у тебя в саду хоронится. Там тараканы. У Сани там в саду все время эти вот из-под мороженого деревяшечки стоят. Бреды такие. Весь муравейник. Который вид поликлиники горло проверяют? Вот эти палочки. Нет, там железные, а тут деревянные. Которые срежут мороженое по 15 копеек продовозят. Сереж, 16 на 9 сузилось от страха сейчас. Речь идет о том, что раньше были люди, которые единожды уже были понятыми. А давай этих позовем, и они станут понятыми. Вот смотри, давай, если ты идешь по улице, что уже вопрос, конечно, куда ты идешь. Если тебя несут по улице, артисты большой разницы. Так вот, если, предположим, и к тебе подходит полиционер и говорит, вы будете понятым. Не хочется быть понятым. Саша, вы из большой разницы, да, очень приятно, как раз хорошо, что вы понятой. Вы не могли бы проверить, вот в чемоданах кокаин или нет, а мы заедем в Муму, сейчас возьмем пирожков и придем. Гарик, понятые ничего не проверяют. Нет? Да. Поэтому ты тогда был не понятым, ты был соучастником. А понятые, Гарик, присутствуют. Понятые это те люди, которые как бы на глазах которых все происходит. Да надо просто людям деньги платить. Саша. Вот. То есть будете понятым. 200 рублей час. Это аж 500 рублей. Не так. Первые 20 минут 300 рублей, дальше 16 рублей минута. По тарифу. Увидите по нажившему, а не убегайте. Возможно, здесь через час можно будет заработать. Давайте перейдем к следующей новости, которая находится у моего друга, Гарика. Очень интересная новость, одна из самых интересных в уходящем году. Переезжаем, что ли? Российская газета в рубрике «Регион». «Купи остановку», называется статья. В набережных Челнах ее можно будет приобрести, ее в смысле остановку, в собственность или взять в аренду и дать свое название. То есть если ты бизнесмен и представишь какую-то фирму, допустим, НПО «Стройтрансхим», у тебя остановка, ты там берешь, обслуживаешь эту остановку, делаешь красивую территорию, иллюминацию, все это обслуживаешь. И уже мусор из офиса не выбрасываешь. Да, нет, не выбрасываешь, но называешь ее «Стройтрансхим». Мне кажется, проблемой, если бабушка раньше доехала просто, вот, на Сабесе остановить, и в Сабес выходит. То есть сейчас уже не Сабес, а иркутские бриллианты. А мне оценится, вот, на иркутских бриллиантов меня добросись, сынок. А может быть так? Может, не доехать. А может быть... Я хочу предложить вам, что вы говорите о крупных корпорациях. Да просто, ведь частные предприниматели тоже могут принимать часть названия остановки. Бабушка ехала в Сабес, а приехала в Саркиз. «Ювелирка зубы». Бабушка не все названия выговорит, если там будут какие-нибудь... Ты представляешь, бабушка едет... Внучок, останови меня, пожалуйста, у Эрмена Джильдос Денья. «Райс-вотер-купер-хаус». Бабушки выучат английский язык. Может, случиться. Я просто... Как могла выговорить пят... На пятой клинической больнице, на Криво. Только она раньше еле выговорит. Ей помогала только наколка, пятая клиническая больница. И дверь открывали. А сейчас та же наколка, на другую. Как ее заперебивать? Гуччи? И водитель маршрутки будет говорить. На Дольче Габана кто-нибудь выходит? А? Но новость хорошая все равно. Новость хорошая, потому что люди... И реклама будет для людей, а для города... Главное, остановки красивые. Чистенькие фонарики будут стоять. Остановочка прозрачная, чистенькая. Бомжи те же. Нет. Тут пока ничего не переименовали. Смотря какая остановка, так и бомжи. Кстати, а если человек спит на остановке? То есть взять на себя бомжа одного, который возле тебя, возле дома. Им футболки выдадут. Дать ему свое имя, фамилию. Имя, фамилию. Ухаживать за ним, переодеть его, помыть. Нафиг это надо. Чувствия какая-то. Иван, а скажи-ка мне, будет ли сегодня гость? Да. Мощный, интеллектуальный. Я жду давно человека, с которым можно было бы войти в диалог. Гарик, я тебе объясню. Это личность такого масштаба. Так. Мы не могли пригласить этого человека. Мы мечтали все три года прожектора Пэрис Хиллона пригласить. Не могли, потому что когда телевизор был не 16 лет, он целиком не помещался в телевизор. Ты имеешь в виду масштабы его... Масштаб его личности. У нас в гостях сегодня Сергей Даренко. Сергей, добро пожаловать. Сергей, здравствуйте. Я приветствую вас, Сергей. Пожалуйста. Сергей Даренко. Сергей Даренко. Обижали его. Обижали. И вот, Саша, вернулись твои. Сергей, сейчас не дадим в обиду. Наши в городе. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы готовились к нашей сегодняшней встрече. Я сидел, слушал вас с наслаждением. Вот это все, что было перед этим. Дело в том, что, Сергей, мы вашего смеха-то не слышали. Мне-то вот здесь, отсюда смеяться. Да? А это вы оттуда смеетесь? Конечно. Вы думали там... Я думаю, кто мне смеется в спину. Лошадей привезли. А я два раза туда ручку кинул, думаю. Лишает человек. Сергей, у нас есть интересные новости. И именно с вашей помощью мы пытаемся... Вы ограбили библиотеку. Попытаемся, да. Посолить. Да, читатели? Да. Партия «Правое дело» на предстоящем в июне съезде обретет не только нового лидера, но и другое название. Переименовать «Правое дело» предложил бизнесмен Михаил Прохоров, который в середине мая согласился возглавить этот либеральный проект. Основные требования к новому названию просты. Оно должно вызывать позитивные ассоциации. Давайте поймем для начала. Михаил Прохоров две недели назад буквально объявил о том, что он готов возглавить «Правое дело». ситуацию. Девок же он переименовывал. Девок он переименовывал. Девки все сюда, иди сюда. Как тебя зовут? Дашка, Дашка будешь Глажкой. Ты кто? Ты? Зина, Зина, Света. Будешь... Ты кто? Коля, 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 уходи. От греха подальше. Потому что ты когда-нибудь убегал, Коля, двухметрового человека, нет? Слаз сом. Ты 20 шагов, я один. И стою перед тобой. Ладно, Коля, давай, допивай свою песню и иди. Нет, это... Ты ему заведуешь. Мы? Да. Он болезненно богат и болезненно красив. Почему вы используете к двухметровому пышащим и здоровьем красавцу слово «болезненно»? Ну, почему он омерзительно выше меня на 13 сантиметров? Так у кого... Тусуйтесь с Децелом! Мне кажется, Сергей не тот вектор дает вообще обсуждение. Мы должны понять, мы должны понять. Пошли в бытовуха. Давайте я полезно. Давайте, значит, Прохоров пришел возглавить партию. Ему нужен электорат, верно? Да. Партию он уже купил. Да. Значит, электорат можно покупать по-разному. Можно раздать... Нет, можно раздать каждому мешок сахара, как сделал Абрамович на Чукотке. Наменитые болельщики Челси с диабетом. Слушайте, значит, или лозунг. Вот лозунг, я считаю, вот что, тут нужно сделать привлекательный, позитивный ассоциал. Нет, не лозунг, а название. Название. Название должно быть слоганом. Слоганом? Нет, вечер, пятница. Секс и деньги. Секс и деньги. СД. Секс и деньги. Секс и деньги. СД. Как Сергей Дорин. А мы только так. На самом деле, электорат делится на две части. Просто серьезно, абсолютно исследование. Значит, одни это секс и деньги, другие водка и деньги. Те, которые секс, те без водки. Те, которые с водкой, те без секса. Это очевидно, правильно? Справа от вас полное опровержение этого пастула. Как совмещали, как были в турбарке. А если мы сейчас говорим про правое дело. Смотрите. В общем, должно быть позитивное название партии. Чтобы, услышав, услышав просто название партии, любой сразу галочку поставить. А какие-то версии есть? Я уже предложил, не услышали. Вечер, пятница. Смотрите, можно назвать партию «Блондинка». Позитивная ассоциация. Все проголосуют. Надо назвать «Боярышник». «Боярышник» – «Куршевель», «Блондинка». «Боярышник» – «На спирту». Слушай! «Боярышник» – «На спирту». Партия – «На спирту». «Боярышник» – «Он и так на спирту». Партия – «Боярышник». Тогда гадится. Сережа не знает, что это ягода, он думает, что это напиток. Получается, что мы поговорили все то название для партии, которое вызывает позитивную ассоциацию людей. И ни в коем случае надо помнить, надо не допустить того, чтобы название вызывало негативную ассоциацию. Дразнящих не было названий. Сколько партий проводилось только из-за названий. Нельзя назвать партию «Жизнь удалась». Вот еще так. Нельзя назвать партию «Грабим Сибирь, дети в Лондоне». Нельзя назвать партию «Ну и что, что вы воевали?» Вот такая. А справедливо распиленная Россия. Знаменитая «Справедливая распилоросы». И вот смотрите, какие варианты, 15 вариантов основных нового бренда, сообщил Прохоров. Вот варианты названий. Капиталистическая партия «Партия налогоплательщиков». «Свобода». Просто все такое слово? «Свобода». «Партия здравого смысла». Хорошая на ПЗС. «Танго». Это конкретно предложил название Евгении Попаноишвили. «Танго». «Танго». А представляешь, что через «Танго»… «Танго» отличное название. А назовите партию «Танго». Нет, ну хорошо. Нет, нет, «Танго». Надо назвать «Танго» и «Кэш». «Кэш» есть. Станцуем. «Танго». АПЛОДИСМЕНТЫ Селом, одни, мы совершенно маленькая ошибка. На Прохорова нельзя работать бесплатно. Мы сейчас пашем на него. Просто реально пашем. Мы создаем ему партию. Сергей, говорите в единственном числе. Нет, мы, вы. Ваня, вы в единственном числе. В МВД намерение избавиться от такой несвойственной полиции функции, как поиск уклоняющихся от службы призывников. Ребят, МВД это и есть уклонисты, ребят. МВД это же закосили, которые. Мама, я не хочу служить. Можно я в милицию пойду? А если сами себя не могут поймать, как щенок не может поймать свой хвост? Хотя были варианты. Были, да? Тех, кто косит от службы и дезертиров, все равно надо кому-то ловить и ставить строй. И пока нет другой структуры, способной качественно выполнять эту непопулярную задачу. Надо отдать профессионалам, отдать охотникам, профессиональным, которые могут вычислить добычу в лесу. Да, и доставить ее куда-куда нужно. В глаз белку бьют. Призывник, он вообще такой зверь сезонный. Его хорошо так под утро, день города прошел, под утро, часов в пять, в шесть выходишь на главную площадь, банки разгреб, и там бывает жирного поймаешь, такого призывника. В лесу на опушке или на какой-то полянке опытный охотник ставит, значит, текилу по кругу и мажет лаймом и солью пеньки. И этот 18-летний лось прибежит лизать, еще будет кричать горячо. А если его еще подманить манком Барбара Страйсон, ты сразу прибежишь? Это тоже? А можно, приезжаешь на урок фестиваль, на шестер, приезжаешь, берешь сиську с пивом, в толпу кидаешь, и все, до 20 штук. Они все роятся. А можно, если песня призывнятина. Как заманить? Можно, например, призывной, как они будут делать? Призывной участок замаскировали под... Под дискотеку. Под дискотеку, под ночной клуб. Молодежь туда ломанулась, но тут внимание, призывники, внимание, я сейчас вам открою секрет. Если туда заходит очень много молодежи, а выходят только, извините, голубые и с благостопием, это призывной участок. Это ловушка, друзья мои, туда нельзя. А как распознать гея с плоскостопием, Серега? Вот гей, который твердо стоит на ногах. Я так понял, что вот этого, который из семьи медведя-то не взяли, вот это вот. Ну, что позвали в клуб? Там вообще ересь такая получилась. Жрет с пригоршки, переехал в Иркутск. Зимой сприт. Зимой спит. Три месяца. Сосет не свою лапу. Фу, может, домой пойти? Сергей. Весна ворвалась в мозг. Да, это Сергей. Вы знаете, на самом деле... Вы поняли, да, Сергей? Да, да. Про Сергея говорил. Понять и простить. Понять, мне кажется, можно нашу полицию, потому что получается, ну, судя по тому, что происходит ситуация с призывниками какая, получается проще банду разоружить, чем одного призывника вооружить. В Москве произошел пожар в только что застрахованном здании бизнес-центра Омега-Плаза. Не, не переживайте никаких ни жертв, ни ничего, никто не пострадал. Стоит отметить, что именно, то есть пожар произошел 1 июня, что именно 1 июня страховая компания ИСК Европолис застраховала комплекс зданий бизнес-центра Омега-Плаза на сумму более 4 миллиардов рублей. Бывают же такие совпадения. С утра застраховали и... Я посчитал, смотрите, на эти деньги можно покупать 130 тонн бензина. Значит, все деньги за страховку были потрачены на бензин, чтобы сжечь окаянную плазу. Никто не заработал ни копейки. А мне этой авантюрой в ноль? Ну, то есть пострадавшие все-таки есть. Во-первых, агент. Во-вторых, есть пострадавший агент. Агент, об которого сломали две руки его руководители. Да. И, соответственно, тоже руководители пострадали. Но есть и пострадавшие среди других страховых фирм, конкурентов. В Ингострахе три человека рот порвали от смеха, когда услышали... А в Росгострахе начался внеочередной венецианский карнавал масок, веселье. В Росно от смеха у людей камни вышли. Давайте подумаем. Вообще, ну, а может быть это случайно произошло? Ну, это могло быть. Ну, действительно, по теории вероятности, раз там, а нет, столько времени не прошло на земле. По теории вероятности не получалось. Вы ищете пострадавшего в стране? Вы не знаете, что все страховые общества в России перестраховываются за рубежом? Сейчас объясню. Есть плаза. Страхуем ее в обществе из... Тр-ты-ты-ты-ты. Обязательно риски перестраховываются каких-нибудь умных евреев в Нью-Йорке, которые заплатят 4 ярда. Конечно. Мне не нравится ваш портрет умных евреев в Нью-Йорке. Спасибо. Я ну, опишу. Давайте вот так их. Давайте схематично покажем их вот так. Дорогой Сергей, сегодня мы бы хотели ответить на вопросы тех людей, которые у нас находятся сегодня в зале. Прошу вас, девушка. Скажите, долго ли мы еще будем мучиться от тополиного пуха? Неужели польза больше... Вы знаете, Иванушки заканчивают выступать с этой песней. Это последний год, когда они поют с песней. Матвенко написал новую песню. Реберина, Октябрь. Это, наверное, больше похоже на название «Новой Лады» какая-то. Пожалуйста, будь телевизором. Что с гиппарадом? Мой дорогой, ну ты все пропустил. Ты все пропустил. Вы с Ваней встретитесь, он расскажет, где можно опоздавшим пойти сдать такую подарку. Пожалуйста. А в подарках в этом году было... Пожалуйста. В Латвии избрали нового президента. Как вы думаете, что-нибудь изменится в наших отношениях? Если что-то изменится, но это произойдет очень медленно. Я думаю, рано об этом говорить. Латвии новый президент. Ну это классно. Мы поздравляем. Во-первых... Давай старого... Мы еще старого не поздравляем. Старого. Все. Давайте. Поздравляем старого. Старого поздравим нового. Давайте поздравим старого. Ну что же, друзья. Сергей, у нас есть традиция. За каждых посиделок мы поем песню. А вы, как мы знаем, хорошо разбирайтесь в испанском и португальском языках. Вы владеете гитарой и поете. Ильяс вы закончили. Патриса Лумумбы. Вот и учитель пришел. Наш непальский... Впервые наш оператор Непалец узнал знакомое слово. Услышал и порадовался. Друзья, в исполнении Сергея Даренко песня в прожекторе переселился. О, мама!